Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология» в студии практикующая семейный психолог Надежда Бошмилева. И сегодня тема нашей программы – «Игропрактики» или же психологические трансформационные коучинговые игры. Что это такое, с чем их едят и с какой целью они вообще созданы. Для того, чтобы программа была сегодня интересной и увлекательной, я пригласила Сергея Мамистова, автора игры «Путь к мечте», бизнес-тренера и предпринимателя-инвестора. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А также пригласила Елену Сокомнину, главного редактора журнала «Источник красоты», тоже коуч и ведущая программы «Благодарность». Елена, здравствуйте. Добрый день. Ну что, впервые я столкнулась с таким явлением, как трансформационные психологические игры пять лет назад. Нечто потрясающее для меня это было, открытие. Я сразу же использовала, начала использовать это как инструментарий в своей практике, потому что я семейный психолог. Но что особенно мне было приятно, когда я говорила, это было в чужом, в другом городе, когда я говорила о том, что я из города Кирова, все мастера говорили, «О, но там же в городе живет Сергей Мамистов, это же автор вообще, можно сказать, первой такой психологической трансформационной игры «Путь к мечте». И вот не прошло и пяти лет, Сережа, мы с вами встретились в этой студии. Расскажите, как вы пришли вот в эти игры? Я с детства обожаю игры настольные. И вот то, что для меня это что-то такое священное, да, то есть открывающее какие-то новые пространства, двери. Не просто убивающее время, а что-то, что происходит во время игры удивительное. И были игры «Монополия», но это, я считаю, такое убийство времени, очень интересные. Это тоже имело популярность? Она до сих пор популярна, она очень быстро проходит, динамично, потому что любая игра включает главный интерес, какую-то движуху, да, то есть это лучше, чем просто убивать время, либо скучать на диване. Любая игра лучше, чем без игры. Но в мое поле внимания попала игра «Кэшфлоу» у Роберта Киасаки, где уже финансовые инструменты были даны. Единственное, что там не было проработка целей, а тогда я занимался важным моментом, до сих пор занимаюсь, как, находясь в точке А настоящего, попасть в точку некую Б, нашей мечты, нашего желания, чтобы оказаться там максимально быстро, с наименьшими затратами финансовыми, временными, энергетическими. То есть как вот попасть в желаемую точку, как преодолеть преграды и так далее. И такой игры не было. Ну, так работает наше подсознание, и кто верит в подсознание, кто вселенную, что если у тебя нет ответа, но ты его ищешь, получаешь. И мне во сне приснилась игра, где, в принципе, соединены все законы успеха, трансформации, то есть еще жизни, да, то есть на одной игре. И вот я расшифровал это, сам сыграл. После игры у меня появилась жена, первая, кто играл в эту игру, девушка, у которой у меня совпали все цели. С моими, я думаю, а от чего теряться, надо объединяться. И вперед, и вперед, да. И вот такое явление для меня было неожиданным. Оно всем, кому показывал, все были в восторге. И тогда действительно еще, это в далеком 95-м году не было игр. И сейчас, когда я приехал с фестиваля игр в Москве, в августе, там было порядка 130 игр. Представляете, как обороты такие? Да, и это потрясающе. Игры на все вкусы, на все цвета, на все метафоры, на все проблемы. И жестко. Есть игра там со смертью, проработка смерти. Есть там возлюбленная, есть там цели. Практически все сферы нашей жизни, да, они могут быть изучены человеком через игру. Это, видимо, рынок отвечает на запросы. То есть есть запрос, там, выйти замуж. У нас же масса игр возникает на эту тему. Да, есть запрос заработать денег. Здесь еще сам элемент игры. Дело в том, что сама такая, что ли, поход к психологу, кажется, чем-то, ну, таким-то, пугающим. Да, коучу еще пугающе, да, то есть сеансы с коучем, это на уровне эзотерики. А сама игра, она как бы, с одной стороны, ни к чему не обязывает, но в то же время она позволяет расслабиться, все свои мысли выложить на поле игры. То есть они не внутри тебя тебя мучают, а любая игра, она является таким неким зеркалом жизни. И есть игры, которые открывают тебе там в виде метафор, в виде фраз, что тебе тормозит, и это инсайт происходит. То есть когда ты не один, а один с проблемой, внутри сидишь, тебе кто-то в ней ковыряется, а все в виде игры, расслаблено, незаметно. И просто, да. Вот еще слышала такое мнение, да, тоже добавлю, о том, что на игре происходит некое обнуление жизненного опыта. То есть человек, он выходит на игру не в той роли, кто он есть в жизни, да, он может примерить какую-то играучи, причем он даже об этом не задумывается иногда, может примерить какую-то на себя новую роль, новую стратегию поведения, и вот на этом фоне и возникают все открытия, инсайты, да. Он такой, о, а так можно было интересно, и начинает в жизни применять. Действительно, я только единственное, что немножко поспорю по поводу коуча, да, потому что я понимаю прекрасно, профессиональные коучи, они работают не как эзотерики, это две разные абсолютно. Я говорю как для человека, который не слышал ни разу это слово. Я очень уважаю коучей и психологов с большой буквы, потому что это необходимое явление. Но как донести важность этого для всех, кто имеет цели, кто имеет некую недовлетворенность, что происходит не так, как ты хочешь. То есть это у каждого человека. И рано или поздно каждый задумывается, а что мне сделать, чтобы найти ответ, как мне вести себя лучше, либо устранить то, что мне нужно, либо вообще перейти в какую-то новую роль. Какие инструменты. И игра это хороший помощник коучам, чтобы найти ту ключевую вопрос, с чем работать. Помощник самому человеку, чтобы без лишних объявлений я пошел к психологу, прощайте, друзья. А игра очень, провести то важное обнуление, трансформацию, переключение. Отлично. Ну вообще, спасибо людям, которые изобрели эти самые игры. Потому что на практике понимаешь, что этот инструментарий, он многогранен, он действительно работает, и он помогает человеку справиться намного легче и проще с повышением уровня качества своей жизни, нежели, например, это несколько сеансов, несколько встреч, там еще что-то. Проведенные 2-3-4 часа за икрой, и трансформация уже чувствуется. Конечно. Более того, я бы добавил такой полезный момент для подростков, для детей и подростков. У меня самая молодая ведущая, это 9 лет проводила игру «Пыть мечте» на полных правилах, то есть там все экономические, там есть ресурсы, все там благотворительные, все-все аспекты жизни есть. И она полностью проводила. И для подростков, которых важно, кто я, могу ли я, то есть есть ли у меня достаточно всего, чтобы разрешить себе мечтать и желать по максимуму. И потом еще дойти, да, до этой мечты. Ощутить, стать владельцем, что это все возможно, что в тебе сейчас есть все, вот это важно донести до подростков, что сейчас мы живем в такое время, когда в принципе есть все для того, чтобы ты мог достичь абсолютно любой цели. Но главное знать, что использовать внутри себя, что важно в себе в учении ощутить. А в игре хорошо это можно видеть, если он там стал здоровее, то у него прибавились ресурсы, он их держит. Если ушло время, он остался с пустыми руками. То есть он физически ощущает все законы, которые управляют нашим миром. В игре коротенько, да, то есть он понимает суть, ну по крайней мере на данный момент жизни, да, и это ему дает ответы. А как ему сейчас действовать после игры? Что можно поменять, изменить, улучшить? Создается движение. Отлично. Сейчас хочу задать вопрос Елене, Лена. Вы ведь тоже уже давно увлекаетесь трансформационными играми. Скажите, почему вы выбрали именно игру «Благодарность»? Как вообще произошла ваша встреча с этой игрой? С играми вообще, с трансформационными играми я познакомилась лет 8, наверное, назад. Вот как раз впервые сыграла в игру «Путь к мечте» в Кирове. И до прошлого года, это позапрошлого, я играла раз в 8 в эту игру у 4 ведущих в Кирове. Причем интересно еще очень, что каждый ведущий подает игру по-своему. То есть вот игра одна, правила одни, но играешь с разными людьми. Автор один, да. А каждый ведущий, ну я ее автора играла, причем там была очень такая масштабная игра, по-моему, сразу же на 4 или на 6 столах шла игра, когда на каждом столе был свой, как правильно называют? Ну, ведущий игры. Да, ведущий игры. И был еще общий ведущий игры, вот как раз Сергей вел. Помимо этого, я еще играла у нескольких людей, и везде была своя подача. Мне была всегда эта тема очень интересна, то есть я вот как, как впервые почувствовала, что такое коучинг, я просто влюбилась в это направление, я поняла, насколько это моя тема, мне это интересно. Вот с играми то же самое было, но к играм я шла дольше, поскольку у меня было такое, я смогу вести игры, это же мне кажется так сложно, то есть вот у меня какое-то было такое внутреннее состояние, что, наверное, это все для меня. Наверное, это все еще для меня, да. Когда-то потом, потом я съездила в Москву, поиграла в игру Лилы Чакра, поиграла в игру Империя Магов, это вообще потрясающая тоже игра с точки зрения отзеркаливания реалии жизни, и то есть она вообще очень хорошо показывает, куда человек идет, почему он такую стратегию выбирает, она его к успеху ведет или к неудаче, то есть она меня тоже потрясла, автор Наталья Хлопонина, известная, он очень тоже среди мастеров игр. Здесь прозвучала классная метафора отзеркаливания, то есть когда мы хотим улучшить свое лицо, то есть мы смотрим в зеркало, мы видим какие-то недостатки, раз-раз, и все, мы привели себя в порядок. Вот как раз все игры, это разные зеркала, которые могут показать тебе часть твоей личности или жизни, и где ты можешь быстро принять меры для... Отлично. Вот это вопрос, что такое игры, зачем они нужны, с чем едят, и что такое именно коучинговые игры, да, то есть коучинговая игра как раз это зеркало. И раньше была трудность объяснить, что такое игра, а сейчас я, вот те, кто ближе к Москве, они же быстрее, вот эти передовые технологии, это новые фишки, да, да, а сейчас сложность в том, что игр стало очень много, и вот на что броситься, и вот эти фестивали, они прекрасно, возможность протестировать игры, найти то, которое тебя именно сейчас на данный момент вдохновит, воодушевит, и с помощью этой игры причинять добро себе, другим, и я за то, чтобы игра была в каждом доме, и несколько игр, это хорошее, действительно, включение семейных ценностей, времяпровождение, синхронность, сейчас популярность набирает, новую игру разрабатываю, по секрету скажу, для корпоративов, для решения именно задач внутри фирмы, когда есть цель, когда нужна задача, ответственность, когда важность, найти ресурсы, не только внешние, но и внутренние ресурсы внутри коллектива, и сконцентрировать их для решения непосредственно бизнес-задачи. Об этом мы еще поговорим, а пока возвращаемся к Лене, Лена, то, что у нас фестиваль, обязательно, то, что в Кирове проходит, ты организовала фестиваль игры, тебе просто вместе, молодцы, и я очень рад, я вначале, если честно, огорчился, ну как так, объявление есть, и меня не пригласили, расстроился, но тут же был звонок, расскажи тогда подробнее о фестивале, почему там нужно быть. Про игру сейчас закончу, как я вообще к ней пришла, и поиграв еще в несколько игр, я в апреле прошлого года поехала в Москву, на фестиваль «Большая игра», и вот там я так поиграла еще в разные-разные игры, и поняла, почему-то именно на фестивале возникло такое понимание, я могу, я могу это сама вести, наверное, надо только игру найти. Была первая мысль, кстати, про пунктный член, мне показалось, она, наверное, сложновата для ведущего, вот так вот, для начала, то есть нужно что-то сначала такое простое, но глубокое, и я наткнулась просто совершенно случайно на игру «Благодарность», то есть это простая игра-ходилка, где на каждый ход выпадают определенные задания, но она оказывается настолько глубокой, потому что «Благодарность» это на самом деле очень глубокое чувство в нашей жизни, это не просто слово «благодарю» вместо «спасибо», хотя для меня эти слова, они в общем-то равнозначны, то есть я, ну как одинаковый, почти смысл в них вкладываю, вот, это больше про то, что умение дарить благо, не задумываясь о том, что тебе вернется бескорыстно, умение принимать благо, потому что очень многие умеют дарить благо, но когда речь идет о том, чтобы принять благо, сразу человек начинает стесняться, то есть вот это вот есть такое, а когда человек умеет дарить благо и принимает благо, вот этот поток благодарности, он повышает качество его жизни, то есть такой идет беспрепятственный поток, и люди, которые по мне приходят на игру, они приходят с совершенно разными запросами, это могут быть совершенно любые запросы. Причем они независимо от возраста, да? Да, да, да. То есть в эту игру хорошо играет, например, могут прийти мама там, да, вместе с дочкой там, да? Это изначально, я вот когда эту игру открыла для себя, я позвонила ведущей, ну, точнее, автору игры, она сама из Кургана, Наталья Мельникова, мы с ней по скайпу пообщались, она мне игру показала, и вот у меня было чувство, что я эту игру понимаю, то есть она мне все, что говорит, я такая, я это, наверное, внутри-то себя и знала, и поэтому мне стало интересно эту игру вести, конечно, я хочу расширять арсенал своих игр, вот сейчас я буквально недавно купила игру Хаосмос, Ильи Грекову, мы ее тоже, причем у меня муж, вовлекся во всю эту тему, и он тоже сказал, я буду тоже эту игру вести. Отлично, вот так видите, да? Да, красно, что сейчас действительно игр много, на весь, на вкус и цвет, все фломастеры разные, можно подобрать себе любое, и менять мир, и эта смена, вот трансформационные игры сменили такие игры, как там, завоюй больше денег, завоюй больше территорий, которые, разрушительно, деструктивно, то есть, кто первый, тот и главный, все остальные проиграли, в этих играх нет проигравших, есть все, кто осознал, какой-то аспект жизни, и уже более осознанно, применяя это, уже в реальной жизни, получает гораздо быстрее, то, чего он хотел, то, чего включил. Сережа, вот вы уже так проговорились немного, да? То есть, мы стоим на пороге сейчас, какой-то новой игры, которую вы разрабатываете, это будет игра, бизнес-сообщество, да? Это игра адресована крупным компаниям, какая цель там? Цель, достичь свою цель, то есть, есть цель у компании, какая-то цель, да, с какого-то времени, совершить такой-то товарооборот, и у компании есть отделы, ресурсы, какие-то внутренние, и многие сталкиваются в том, что неэффективно используются ресурсы компании, либо взаимодействие между отделами. И одно дело проводить тренинги, там объяснять людям, работникам, как нужно это делать, можно просто взять, сесть и всем коллективам проиграть. Все дело в том, что тренинги, ну, то есть, у нас, у любого человека есть сознание, которое быстро узурпирует все техники, и мешает менять, потому что цель сознания, удержать, действительность под контролем, и поэтому, что есть стабильность, все хорошо, не надо ничего менять, да, и поэтому, уже на бизнес-тренера есть иммунитет, то есть, на какой-то тренинг есть иммунитет, все поговорили, сделали вид, что что-то решили, а само действие не произошло. И игра это хороший, безопасный инструмент быстро найти решение, при этом обманув сознание, да, что оно не мешает. И здесь показать выгоды взаимодействия между друг другом, найти какие-то невидимые, то есть, во время игры человек произносит какие-то фразы, какие-то действия, которые он уже не контролирует, а именно это является отражением самой сути, то есть, когда, допустим, в путь меча приходит, семья играть, и они играют как один игрок, то видно, одна семья после каждого хода даже неудачного, друг друга там целуют, поддерживают, а другие начинают ругаться, ты зачем плохо, ну, когда их спрашиваешь, или видеокамеру показываешь с игрой, показываешь, вы так в жизни ведете, они впервые себя видят, неужели мы этого даже и не замечали. Даже не замечали. И у бизнес-игр, у бизнес-предприятия, если игра это инструмент, который позволяет им сократить расходы на тренинг, который там идет день, да, или там два дня, и за три часа быстрее найти ответы на необходимые вопросы, то это очень выгодно. И из Москвы идут очень крупные запросы, спрос, уже есть бизнес-игры, их тестируют, и они дают очень мощные результаты. Отлично. Ну, а в нашем городе, это пока все Москва, я тоже сначала объехала, прежде чем поняла, что это великолепное движение, да, и игры-практики, они уже объединяются, они создают новые игры, они создают особую атмосферу, да, я тоже была и в Питере, и в Москве, и в Казани, потому что в городах-миллионниках это уже прямо живет, процветает. А когда мы приняли решение, что подобное мероприятие сделаем в городе Кирове, мы столкнулись с Леной с тем, что люди спрашивают, что-что, что за игры, ну вот еще. То есть вот, в буквальном смысле слова, нам приходят... Мы серьезным делом занимаемся, а тут какие-то игрушки. Это было, наверное, где-то полгода назад, когда у нас только мысль пришла, даже весной, да, у нас эта мысль пришла. А сейчас я замечаю, что люди стали более раскачанными в этом смысле, и что они уже такие, о, как классно, что вы это проводите, вот очень поддерживают, то, что в личку приходят сообщения от незнакомых людей. Если в Москве ты уже не тренер и не коуч, если у тебя нет какой-то своей собственной игры, или какой-нибудь такой раскрученной игры, то есть зачем у тебя к тебе есть, у тебя даже игры нет. Ну, то есть каждый, ну, у каждого должна быть фишка, правильно ты сказала, И этим самым мы привлекаем дополнительных клиентов, да, и в то же время мы сами растем как специалисты, как специалисты. Игра, более того, показывает коучу и тренеру, и консультанту, и психологу, с чем именно сейчас работать. Более того, это совместная работа, сам человек видит, с чем ему сейчас работать на данный момент, то есть актуальная задача, она просто видна. И работать точечно, это лучше, чем работать никуда. А я вам по секрету расскажу. Я когда выбирала себе игру, я выбрала игру, которая называется «Про отношения Елены Чайка». Знакома бы с ней, да, наверное? Да, она очень известна ведущей игры «Путничья», у нее свой центр, очень хорошая ведущая, хороший коуч. Да, когда я тоже с ней пообщалась, я поняла, что вот мне так нравится эта игра, и эта игра помогает вот все те предразводные состояния, с которыми, например, клиенты ко мне обращаются. Или же, когда пара только начинает выстраивать свои отношения, да. Я, кстати, эту игру обязательно проведу на фестивале, который у нас будет 19 февраля. 19 февраля фестиваль называется «Премя игры». Хорошо, давайте мы сейчас с вами расскажем немного про фестиваль. Что у нас, кто приезжает, кого мы ждем, Лена, на этот фестиваль? Изначально у нас фестиваль планировался, хотя уже и в соцсетях писала, и говорила, то, что задумка была провести фестиваль на местном уровне, потому что нам хотелось просто собрать вот хотя бы небольшой круг мастеров кировских, и собрать людей, которым это интересно, чтобы люди попробовали играть в моберер. Но когда мы начали собирать мастеров, мы помнили, что их очень много в Кирове. Город мастеров, да? Да. Хотя, Сергей, знаете, вот сначала, когда до этого не собирали, то сказали, что вот Лена, я, вы, там еще, может быть, пара человек занимаются этим, а будь то вы все остальные как-то так сами посидеть, корочка будет. У нас будет Сергей Манестов, Сергей, сам мастер-класс. Да, я, все сводится к тому, что... Так, можно продолжать. Барабашкин. Мне интересно провести эту игру, там есть ряд обновлений в игре Путь мечте, поэтому кто попадет за мой стол, получит еще обновленную версию такой свежей. К тому повезет первыми обновлением видеть, да? Хорошо. Вот единственное, что у нас игра, у тебя, я так понимаю, что игра, когда мы ее проигрываем целиком и полностью, она длится там по 6 часов даже, Мы сделаем те, кто попадает сейчас в опыт фестиваля, есть игры, которые действительно, чтобы их ощутить, нужно, ну, там, 4-6 часов. А здесь, чтобы опробовать игру, есть будет... Такая лайт-версия. Лайт-версия, но те, кто именно запишутся ко мне, будет обязательно просьба посмотреть видео с заполнением бланка, чтобы уже пришли на мою игру с заполненным бланком, с моей вводной, чтобы мы уже сели и начали играть. А об этом надо нам обязательно в своих сетях рассказать. Хорошо. Какие еще игры будут? Мне само интересно, я уже сам хочу протестировать. У нас приезжают мастера из других городов, причем мы не планировали изначально, да, что у нас будут мастера, но они сами начали писать и писать, как здорово у вас фестиваль, а давайте мы приедем. Прекрасно. К нам приезжает из Ишкар-Алы Анастасия Решетникова, как раз вот с той самой игрой Империя магов Натальи Хлопониной, которая меня лично очень потрясла. Да, я в нее тоже играла в лайт-версию, то есть вот скажу для тех, кто думает, что поиграть в лайт-версию, достаточно этого или нет. Империя магов, она в оригинале длится, ну, часа четыре в среднем. Я играла в лайт-версию на московском фестивале в двухчасовую, но мне хватило, чтобы у меня после этого осознания-то достаточно много было, и причем некоторые моменты начали как-то вот сразу же реализовываться, да? Даже не реализовываться, я бы сказала, трансформироваться, то есть когда на что-то обращаешь внимание и думаешь, почему я это делаю так, а не иначе, то происходит какая-то внутренняя трансформация и уже хочется делать иначе это. Да, по-другому, чтобы более успеху это вело. Ну и фестиваль это повод влюбиться в игру и дальше уже более осознанно прийти, сыграть. Да, найти своего мастера и уже поиграть потом, возможно, в полную версию, потому что даже, я говорю, допустим, ту же игру «Путь к мечте» я играла восемь раз и каждый раз это было что-то новое, ну, то есть это у меня был такой ритуал. Она поклонится. Да, потому что, ну, я еще потом отдельно скажу, что для меня игра «Путь к мечте». А сейчас я еще про фестиваль добавлю, кто приезжает. У нас еще приезжает из Санкт-Петербурга Анна Ангельская с игрой «Купидон». Это игра для тех, кто хочет выйти замуж или построить счастливые отношения в уже существующем браке. Причем, как говорит Анна, у нее есть статистика, девушки начинают прямо молниеносно выходить замуж. Вы знаете, иногда бывает такой волшебный стул, на котором одна женщина посидела беременная, а потом все, кто туда сидел, даже мужчины и те беременние, да? Да, в «Купидон» я сама не играла, поэтому ничего как игрок сказать не могу, но я думаю, что это будет интересно, тем более, я почитала отзывы. Приезжает из Казани мастер с играми «Госпожа игры». Это тоже игра Ильи Грекова. Она о том, что каждая женщина может черпать силы в своей теневой стороне. То есть у каждого из нас есть некие качества, которые мы стараемся скрыть чемпионами какими-то неприглядными, да? Вот, значит, а «Госпожа игры» она показывает о том, что женщина должна быть полноценной, то есть она должна и теневую сторону показывать, и там можно черпать ресурсы. Но опять же, я в эту игру не играла, зато там будет, она еще будет проводить вторую игру, в которую я играла. Игра называется «Пантеон», игра богов. Да, я тоже была. Того же самого Ильи Грекова, и тут меня буквально на днях осенило, вот я играла на нее в московском фестивале, тоже влайт-версию двухчасовую, но у меня там так хорошо прошла проработка, что я буквально недавно осознала, что у меня было одно очень инвестиционное желание, и тут я понимаю, что оно почти сбылось. Я пока не буду говорить, пока оно до конца не сбылось, но я о нем даже забыла, я просто его так закинула, что «А я хочу, вот чтобы вот так». И тут я недавно понимаю, что оно так и разворачивается неожиданно. То есть я понимаю, что игры, это, конечно, не эзотерика, но в них есть что-то такое не случайное, что заставляет наше желание реализовываться. Через игру приходит наше подсознание, наше скрытое, как раз невидимое части нашего «я», и они тоже через игру имеют возможность что-то нам сообщить, а мы увидеть наконец-то то, чего они нам сообщали. То есть это по сути диалог со своим «я», со своим внутренним ребенком, о чем мы как раз в начале программы. Я и хотела сказать, что когда мы с вами начинаем играть, мы что, мы становимся тем самым ребенком, которому кажется, что вообще в мире возможно все. Да, который был до этого заперт, не до него было, и тут ему дали поиграть, и вот это состояние игры, и я такую капельку, ну что ли, дегтя капнул, что есть люди, которые играют и говорят, как я предполагал, что это фуфло, так и есть фуфло. Я ничего не получил, ни инсайдов, все ваши, вот все эти ваши игры полная ерунда. Иди, зарабатывай деньги, вот главный принцип, ну или иди, действуй, вот зачем тратить на это время. Часто такое-то делаю? Еще ни разу не слышала. А, это жесткий, может, мир. Ну, кстати, даже от мужчин-скептиков я слышала. И здесь обучение игре, то есть вот потеря игривого состояния, то есть можно ли на взрослых таких, матерых волков, внутренних субличностях далеко уехать можно, можно пробить стел, но рано или поздно человек сталкивается с отсутствием ресурсов, либо вот этой потерянной радости, что ты получаешь результаты, а куда-то радость жизни, она делась. И вот как раз активация ребенка, что что-то за детские какие-то фунтики-фантики, делом надо заниматься в жизни. И всему, везде нужна золотая середина, да, то есть и игры как раз позволяют включить интерес, который присущ внутреннему ребенку. Но когда внутренний ребенок помогает взрослому, когда вот есть дела и ребенок добавляет свои вот эти нотки, то все происходит интереснее, изящнее, легче, поэтому все нужно. Неплодотворнее. Неплодотворнее, однозначно. Хорошо. Где у нас будет фестиваль проходить? Фестиваль будет проходить в кафе 1797, очень уютная атмосфера, как раз там такая сама по себе атмосфера, рассчитанная на то, чтобы погрузиться в какое-то другое измерение, обнулиться и поиграть. И еще вот добавлю про мастеров из других городов, которые у нас игры проведут, поскольку они сюда приедут и будут желающие, если поиграть в полную версию, то я думаю, что можно договориться с мастерами и на следующий день у всех желающих будет возможность поиграть в полную версию. От меня будет подарок всем, кто придет, если нас слушают психологи, консультанты, поучи, или будущие, или тренера, я проводил очень мощный семинар, концентрированный как набирать игроков на игру, как грамотно продавать свой коучинг, потому что как вот это через игру сделать мостик от выявления проблем к решению, чтобы сам человек хотел, как экологично это сделать. То есть вот этот семинар будет подарок тем, кто придет. Отлично, очень хорошо. Это отдельно, можно будет записать. Да, да, да. Обычно. Ну что, у нас сейчас короткая версия программы. Тем, кто вдруг не получится прийти, то, допустим, в Путь Мещи есть уже видео онлайн игры. Следующее направление это будет, когда тоже поле есть онлайн, можно собирать игроков разных точек мира. То есть это мы сейчас тоже делаем. Отлично. Ну что, более подробно мы поговорим с вами спустя минуту. Мы продолжаем программу практической психологии. Сегодня мы говорим про психологические, коучинговые, трансформационные игры, которые сейчас набирают обороты. Вот так, да, будет звучать. Сегодня со мной Сергей Мамисков и Елена Сокровнина. И вот мне сейчас очень интересно, Лена, говорили о том, что очень много иногородних к нам приезжает, да, и уже фестиваль, который мы делаем, получается не региональный, а межрегиональный. А кто же из наших кировских психологов, коучей, участвует в этом мероприятии? Ну, в частности, сказка-теропевт Людмила Тюнкина будет проводить игру «Внутренний ребенок». Как раз вот то, что говорили о том, как важно в игре подключать взрослые субличности, включать ребенка, который играет и играючи каких-то целей и результатов достигает. Вот как раз есть возможность, игра так и называется, есть возможность вернуться в свое состояние внутреннего ребенка, вспомнить то, о чем вы мечтали в детстве, что для вас было важно, потому что иногда под шквалом, так скажем, каких-то наших взрослых обязательств наши детские мечты, они начинают теряться и очень важно вернуться. Вот как раз это помогает игра «Вернуть радость жизни». Я в нее тоже не играла, я по описанию рассказываю, но я очень хочу поиграть, поскольку сама Людмила Тюнкина, она известный сказкотерапевт и ведет курсы по сказкотерапии, обучает этому искусству. Будет Вера Тюнкина коуч с игрой-тренингом в магазин желаний. У Веры все очень четко, у нее игроки, они сразу же могут не просто там свои желания сформулировать, но они могут еще эти желания протестировать, насколько они имеют для них ценность, как их дальше развивает, то есть это очень интересная игра, ну игра-тренинг, которую Вера сама адаптировала, придумала, и я так понимаю, что это ее авторская игра. Так, у нас еще будет Мария Ручкина с игрой-древо-женской жизни, как раз раскрытие внутренней женской силы. Еще я знаю, что у нас будет игра-поддержка, которую работала Алла Чугуева, да? Чугуева, да, 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 Эта игра великолепно работает как раз на детско-родительские взаимоотношения и на отношения между подростками. У нас вообще из Кирова будет порядка 15 мастеров и со всеми играми подробно, то есть мы сейчас можем вывечислять, конечно, все игры сидеть, но я думаю, что лучше зайти в нашу группу ВКонтакте, которая называется Играфес 43, и там всю полностью информацию посмотреть, поскольку там идут фотографии мастеров, полное описание игр, о чем эти игры, то есть заранее лучше прийти, выбрать игры, в которые вы хотите поиграть, чтобы уже потом прийти, сесть быстро за нужный стол. Вот смотрите, Сергей, сейчас мы с Целиной начинали перечислять, кто будет у нас сын. Вот как вы думаете, вот это все профессиональные психологи, коучи, для них игра-практика это поле битвы, поле сражения или же поле сотрудничества? Вообще, как вы думаете, как вы относитесь к конкуренции в этой сфере? Здесь абсолютно нет никакой конкуренции. Чем больше будет игры и разнообразия, тем быстрее мы обманем сознание, которое пытается нас удержать. Наоборот, в этом разнообразии больше возможностей помогать людям. И глядя на эти игры, у каждого может родиться своя игра. Хотя сейчас, в принципе, очень много делают, просто нарезают квадратики с обыкновенными коуч-вопросами, чертят основные этапы, допустим, реализации какой-то цели или жизненного этапа, ставят человек, тянет карточку, уже игра. И это хорошо. Но есть игры, которые, я знаю, такие многослойные, есть такие витиеватые, да, они с тебя потихоньку, как, знаешь, как с шелуху снимают, снимают, есть целая игра, которая как учитель, как жизни, и это тоже хорошо. То есть, нужны и те игры, когда просто пришел, попудрил носик, там причесался, а есть действительно с хорошей глубокой глубинной проработкой. Вот смотрите, есть вообще игровые практики, да, они заходили к нам постепенно. Это сначала как форма досуга, да, например, можно где-то в коллективе, там, да, взять и, вместо того, чтобы там сидеть, закусывать и выпивать, можно взять вместе, там, взять и проиграть. По этому поводу антикафе, напичканный такими играми, это так с пользой убить время. Но опять же, Сергей, вот у меня такой вопрос возник, а как вы смотрите на то, что игра в скором времени станет очень популярным форматом билдинга? Вот то, что сейчас коллектив, там, выезжают на какие-то выездные корпоративы, а потом в корпоратив люди сели, и они не просто весело провели время, но они еще там стратегию фирмы играют, чего стали. К этому все идет, к этому все идет, это хорошо. И поэтому, когда есть игры, пробуй игры, видя действительно игры-лидеры, видя, что в этих играх заключено, можно проектировать любые игры под любые задачи, потому что с помощью игры задачи решаются, ну, выявляются ключевые моменты, с чем решать, и какие-то невидимые нити появляются среди игроков, если ты берем команда, семья, которые не сделать каким-то другим способом. И это одна из форм, одна из инструментов, которые хорошо, что развиваются, хорошо, что живет, и чтобы выбрать свою игру, прекрасно существуют такие фестивали, ты можешь попробовать, посмотреть. Ну, когда я вот пришел на этот фестиваль, я специально приехал в Москву, и там были мои ученики, с кем мы пять лет не виделись, я в течение пяти лет как в коучинге и финансовом, и в бизнесе сопровождаю, они наконец-то меня увидеть приехали. И я приехал, они сидят за играми, из одной игры в другую, они не могли оторваться, они мне пожали руку и снова в игру. Вот она магия, да? Вот она магия игры, и это прекрасно, потому что он находил ответы на свои вопросы. Это прекрасно, что у нас здесь, надеюсь, будет не первый, но то, что мы начали это делать, популяризация будет расти однозначно, и я к тому, что игры не обязательно должны принадлежать психологам и коучам, да, то есть, конечно, там проходят и сертификации, потому что сама игра может быть не виновата, что ее провели ну, не так, как... Инструмент скальпель использовал, и хирург, грубо говоря. Но я за то, что игры могут не только Мона, Нуна, чтобы проводили в семьях, чтобы это был повод собраться вокруг какой-то игры и намагнитить отношения, намагнитить, снять какие-то невидимые напряжения, которые... увидеть в друг друге то, чего не видели, сказать, пусть через игру те слова благодарности, прощения или каких-то установок положительных, которые в жизни нам сказать трудно как-то вот... А в игре это легко происходит. Действительно, потому что игра... Да, игра потому что дает какие-то определенные правила, да, и тебе приходится следовать этим правилам, да, мы при этом отвечаем на свои собственные вопросы. Значит, все-таки, Сергей, вы считаете, что конкуренция здесь... нет, нет, и когда ко мне ведущие звонят там, допустим, в какой-то город, ох, там уже пять ведущих, нас уже здесь слишком много, город-то всего лишь миллионник, а нас целых пять, и я им говорю, что в Кирове порядка 30 ведущих игры будет мягче, и мы друг друга не видим, мы с ними пересекаем. Мы встречаемся. У всех есть всегда свои клиенты, у всех есть всегда свой, своя территория, и поэтому конкуренции его просто не может быть. Хорошо, Сережа, тоже еще хочу вам вопрос задать. Вот смотрите, сейчас ведь есть еще такое направление в игропрактике, когда люди говорят, хорошо, вы не умеете сочинять, писать игры, мы вас можем этому научить. Вот вы сами делитесь таким жизненным опытом, вы сами кого-то обучаете, что ты можешь создать свою собственную игру, если захочешь. Ну, так как первая игра, которая родилась через меня, стала навороченной, одной из самых навороченных игр, которая существует, это действительно так, то есть она мне приснилась, я расшифровал, то есть я здесь не виноват. И поэтому следующее, ну, через сны нам приходят ответы и работа с, кстати, игра это как раз хорошая возможность не засыпая, не дожидаясь вот этих осознанных сновидений, войти в те состояния, альфа-ритмы, любые, как их угодно назови, трансовые состояния, состояние игры, через которые как раз приходят инсайты, для этого не нужно ждать. И следующую игру я хочу сделать не менее навороченную, но я понимаю, что лайт-версии игры, когда у тебя есть какая-то технология, которой ты пользуешься в жизни, которая доводит людей до результата, но ты делаешь это через определенные этапы, работая с человеком, что все эти этапы можно изложить с помощью игры, чтобы клиенту, который пойдет, был виден весь путь, он был ему понятен, что уже заранее... Его не пугало, да? Его не пугало, ну, то есть это как натоптать лыжню из точки... И катиться лучше, когда видна примерно стратегия, через что мы будем проходить, через какие этапы, чтобы был человек готов к этим изменениям, именно через эти этапы, через эти вершины, через эти инструменты. Уже заранее выявлялось бы сопротивление, которое возникали. И поэтому обучить, как провести, как переложить свою технологию какой-то собственного метода на игру, это, в принципе, можно, потому что это и происходит. Откуда родилось только там 150 игр, разных вариантов, форматов. Отлично. Когда я рассказываю кому-нибудь про трансформационные игры, очень многие убеждены, что это предел, ну, удел, надо так сказать. Женщин, девушек, ну, то есть, да, ой, да, вам только бы там поиграть, да? Сережа, скажите, на многих были мероприятия, там часто бывают взрослые, такие умные, хорошие мужчины. Ой, это концентрация, могу сказать, потому что те, кто открыл такой простой способ получить ответ на ключевые вопросы, а мне рассказывали ведущие игры в Москве, когда они собирались играть в пить мечте, там люди, ну, с доходом от 5 миллионов. И один получил инсайд, положил 10 тысяч рублей на стол, говорит, я вынужден прекратить игру, мне пришла срочная идея, но мне ее нужно реализовать мгновенно. И игра это хорошая возможность получить ответ на свой вопрос, то есть, кто зарабатывал миллион, как заработать 5 миллионов, кто, то есть... Если мы играем в игру, связанную с деньгами, да? А то же самое, например, на отношения детско-родительские, на взаимодействие. А отношения ценнее денег, поэтому получить инсайт по поводу, как сохранить семью, как наладить отношения, оно иногда ценнее любых денежных инсайтов. Ну, вот по этому поводу про игру путь мечей скажу, то есть, Сергей сказал, что там было базовое такое кэшло, и на основе этого уже родилась путь мечте. Я играла в кэшло уже буквально год назад, наверное, проиграв до этого очень много раз путь к мечте, я сидела, и мне так не хватало остальных кругов, потому что кэшло только про деньги. А путь к мечте там про всё, про мечты, про желание, про реализацию себя в каких-то сверхнестачах. Кричевая клетка, это ты не можешь реализовать свою мечту, пока ты не сделал благотворительность. И здесь как раз я знаю, что этот фестиваль как раз содержит не только эту клетку, а само действие, что сам фестиваль, он содержит в себе благотворительность, это означает, что все, кто будет в нём участвовать, получат необходимые ресурсы для своей мечты, это по правилам игры путь мечте. Да, отлично, спасибо, Серёжа, большое. Действительно, для нас это было очень ценно, потому что не хотелось просто делать мероприятие ради этого мероприятия. Очень хотелось, чтобы люди могли помогать другим людям, которым сейчас нужна помощь. И нам было принято решение, что те пожертвования, которые будут на фестивале, они... Часть средств? Да, часть средств пойдёт на благотворительность, то есть на оказание безвозмездной психологической, педагогической и юридической помощи людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. Так что добро пожаловать, будьте благотворителями. Ну что, у нас ещё есть время, и мне бы хотелось узнать, где больше всего вам нравится... Вам, конечно же, понравится на нашем фестивале, да? Но куда бы вот, например, припоминали вот мне или там другим психологам сесть, вы ведь уже были на каких-то таких общероссийских мероприятиях, мы можем смело про это рассказать. Да, наверное, вопрос больше к Сергееву адресов, поскольку я не так много была, наверное, на четырёх фестивалях в Москве разных, и всё. Вот раньше была Москва. Сейчас, когда поняли, что Москва не обещает, и мастеров везде много, каждый город уже будет содержать концентрат вот этих фестивалей, ведущих, поэтому и говорить, рекомендовать, едьте туда, в каждом городе есть ведущие, и сейчас можно, то есть, если раньше писали там психолог-коуч, что сейчас уже необходимы условия, ведущий игры такой-то, и... Ещё лучше автор. Да, ну ещё лучше, да, автор игры такой-то. А мне очень нравится слово «игроправ». «Игроправ». Прекрасно. Красиво, да? Объединяются ли люди в какие-то такие неформальные организации, чтобы помогать друг другу? Да, мы дружим с авторами игры, вопрос защиты игры, потому что были случаи и воровства игры «Путнич» и других, наглого, так всё это сейчас. Чем хорошо сообщество, это пресекается, то есть если игру видят слизанную, без учёта авторства, да, то здесь не то, что юридически как-то давится на человека, но всё общество говорит «фу!» Да, мы тебя не признаём, Мы тебя не признаём, и это прекрасно, что разработанная игра может быть защищена и ведущими. И очень приветствуется рождение новых игр, это целое событие, как вот новый ребён, так же рождается игра, обсуждают, все хотят сыграть. Станислав Гринберг с Евгением Гринберг, это известные коучи, две игры уже сделали сейчас, «Метафория» набирает обороты, не знаю, будет ли на... «Метафория» — это их игра, да? Да, это их игра, и это радостно, то есть, что появляются вот такие игры, поэтому скоро будет везде, в каждой семье, это я так мечтаю, и хочу, и к этому движемся, в каждой семье приходишь, никакой телевидении не будем смотреть, никакой салат, вот поедем, что дальше будем делать? То есть, раньше было «Лото», там, это прекрасно, то есть, объединяло, они не приносят той пользы, они как бы так, убивают эмоциональное время, то пришло время игр, когда приходим и на день рождения дарим новую игру. Так, хорошая идея, да? На Новый год, и это хорошая возможность, действительно, провести с пользой уже, интересно, время, и в жизни долго, и счастливо, радостно. Да, действительно, Сергей, я вот, например, просто видела, как играют подростки в эту же игру «Поддержка», да, и они учатся просить о помощи, они учатся оказывать эту самую помощь, поддержку, и вот до этого, вроде бы, да, такие же ребята и парни, они друг к другу, там, знаешь, там, где-то шалбан, где-то там, как-то тебя оскорбить, унизить, да, и после этой игры они выходят, как бы, ты знаешь, с каким-то совсем другим взглядом на это. кармы прошито экологично. Ну, там, кстати, этих понятий вообще нет. Ну, я говорю, экологично, незаметно, но то, что добро вернется добром, а зло... Да. И для меня вот это было хорошим показателем того, что игры, они входят и, вот, например, в среду детей, да, грамотно введенные педагогом или же психологом, и они дают моментальный результат. То есть, например, я видела, как после этой же игры ребята договаривались, ну, вот, в классе, да, о том, что больше у них не будет никаких таких оскорбительных, как это называется, прозвищ, там, типа кабан, там, или еще чего-то такого, понимаете? Не выгодно это, не выгодно. Ну, как-то, да, что как-то уже не комильфон. Ну, а взрослые, это... взрослые, это те же дети, только взрослые, поэтому со взрослыми это еще сложнее. Поэтому видеть, как дети получают инсайты, как они быстро включаются в новые роли, нам стоит у них поучиться. Это действительно. То есть, будьте как дети и радуйтесь, это не просто так дана эта технология. И через игры нам есть возможность снова стать. А как стать этим ребенком-то? Как? Вот, и игра дает возможность быть как дети и потом радоваться, что у тебя появилась новая идея, новые инсайты. Очень хорошо, что вот вы сейчас передо мной люди, которые, можно сказать, глубоко и надолго застряли в этих самолетах. Скажите, пожалуйста, вот, мне уже задают такие вопросы. А не можете развиться после ваших игр психологической зависимости. Ну, как что? От радости. То есть, здесь есть такой небольшой момент, стоит поездить по хорошим отелям, насладиться хорошей, качественной едой, и ты, там, автомобилем, домом, и ты абсолютно становишься зависимым от качества жизни другого. И ты уже по-другому жить не можешь. Поэтому игра как инструмент. Ну, здесь, игра-то приземлим, это так-то просто картонка. И на самом деле она тебе ничего так-то не изменит, но она покажет путь, куда тебе, что убрать, что исправить. И здесь зависимости нет, потому что все равно вся ответственность за исполнение того, что ты получил во время игры, лежит на тебе. хотя и кажется, что там цель как-то само собой решила, но все равно человек сделал усилие, придя на игру усилия, разрешив себе что-то, он все равно провел работу с самим собой. Просто она произошла быстрее. И поэтому зависимости, допустим, такая будет зависимость приходить, находить ответы, что сделать лучше, и получать это лучше, чем годами страдать, не понимая, за что тебе прилетело, что жизнь, она такая вот плохая и жить в этой зависимости. Скорее, наверное, развивается не зависимость, а осознанность, я бы сказала. Осознанность, культура жизни, культура изменений. Поскольку тут зависимость это что-то такое неосознанное, как раз вот уход в то, что к чему-то привязываюсь, не зная почему, а игра, она помогает повысить осознанность и, соответственно, человек уже сможет сам анализировать почему-то так или иначе происходит. Игра всегда показывает, что именно от тебя зависит каким образом ты будешь жить дальше. И от тебя я бы, наверное, все-таки сказала еще о том, что если ты делаешь шаг в правильном направлении, то мир начинает помогать. Ну, это, конечно, неизвестно. Всегда во многих играх все говорят и она каким-то образом вот произошла именно то, это не было, ну, я вот изменил решение, и в игре это происходит, ну, то, что вот этот закон отражения и тебе подсказка, ты, ну, как бы галочка поставлена, хватит искать верное решение, ты его нашел, все, ты можешь с этого момента разрешить себе быть счастливым, забыть о проблеме и двигаться дальше уже к тому, чего ты заслуживаешь. Действительно, Сережа, даже мы сейчас немножко тебе, да, расскажем, когда мы решили, что мы сделаем фестивол в этом городе, все как-то стало складываться таким образом, что мы как-то читаем эти знаки, да, наверное, все правильно делаем, да? Апофеозом, наверное, стал, не то, что апофеозом, одним из таких моментов стала точка, что 2 февраля я выхожу в Фейсбук и понимаю, что этот день внезапно объявлен Международным днем трансформационных игр, прокатился флешмоб по сети, участвовал? Да. Внеколепно. Действительно, теперь у нас с вами появился еще один профессиональный праздник, да? Будем мы его отмечать вместе? Я думаю, что в Кирове будут еще авторы. Обязательно. А, кстати, есть у нас еще? Да, у нас есть еще другие. Я еще под вас хотела задать вопрос, то есть, к Сергею. Игр появляется очень-очень много и очень важно, чтобы люди, поиграв в какую-то, может быть, не очень качественную игру, не составили себе негативное мнение обо всех играх. Есть ли какие-то критерии, по которым можно отличить? Вот в эту игру стоит играть, а вот в эту нет. Ну, на вкус цвет все фломастеры разные, мы это знаем. Поэтому только тестирование, только тестирование, ну и количество отзывов от синхронных по ценностям тебе людям, то есть, если они говорят, да, стоит сыграть вот это, то сходить сыграть, проверить. По-другому никак. Поэтому для этого фестиваля приходите, тестируйте, но по одной игре судить о всех, ну просто нельзя, конечно. Ну что, сегодня мы говорили о трансформационных психологических коучинговых играх в программе «Практическая психология». И со мной сегодня был Сергей Мурамистов, автор игры «Путь к мечте», бизнес-тренер и предприниматель-инвестор. Спасибо большое, Сережа, и до встречи на фестивале. Какого числа, кстати, будет? 19 февраля. Все, я записал. В это воскресенье, совсем скоро. И сегодня с нами еще была Елена Сокровнина, главный редактор журнала «Источник красоты», коуч, ведущая игры, «Благодарность», но и участник, точнее, как это правильно сказать? Соорганизатор. Соорганизатор, да, фестиваль, время игры. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.